Это первый выпуск подкаста Хэкки Рашин Интермидиэт. Меня зовут Людмила, и я преподаватель русского языка. Давайте я объясню вам смысл данного подкаста, и вы решите, подходит ли он вам. Я сама очень люблю изучать языки и знаю, что наступает определенный момент при изучении нового языка, когда человек еще не готов до понимания быстрой разговорной речи в фильмах и телепередачах, а обучающие подкасты настолько скучные, что их просто невозможно слушать, не засыпая. Мне кажется, что многие преподаватели думают, что ученики просто не готовы для прослушивания более развивающих подкастов на интересные темы. Именно поэтому я решила создать данный подкаст, где я буду делиться с вами интересной информацией, которая пригодится вам не только для лучшего понимания русской речи, но и для поддержания разговора на русском языке. История, кино, культура, психология. У меня очень много идей для будущих выпусков подкаста, и мне не терпится с вами поделиться. Как вам такая идея? Ну что, начнем? В этом выпуске я хочу поговорить с вами об изучении иностранных языков. Зачем люди изучают иностранные языки и какая польза от изучения новых языков? Давайте признаем, что мы живем в замечательное время, когда изучить новый язык можно легко самому с помощью интернета, интересных видео, подкастов и множества других обучающих программ. Могли ли наши предки представить себе, что через несколько сотен лет изучение языка может быть настолько живым и непринужденным? А ведь многие люди и сейчас находят причины, чтобы не учить новый язык. Слишком сложно. Нет склонности к языкам. Это дорого. Нет времени. И так далее. И это печально. Почему? Спросите вы. Каждый человек вправе решать, учить ему языки или нет. Если человеку хорошо жить в своей стране, в которой он говорит на одном языке со всеми, зачем ему учить другой язык? Ну, во-первых, владение лишь одним языком значительно ограничивает кругозор и общее развитие человека. Музыка, история, литература по-настоящему оценить и понять культуру другой страны можно только, владея её языком. Очень часто можно увидеть русских туристов за границей, которые пытаются что-то объяснить иностранцам на пальцах с помощью приложений-переводчиков, и для них это норма. Я согласна, что незнание какого-либо языка не должно ограничивать себя от путешествий, невозможно выучить все языки, но ведь для этого существует международный язык английский, который многие люди до сих пор считают сложным для изучения. Самая глупая причина, по которой люди не хотят изучать как минимум английский язык, это то, что он им пока что не нужен. Вот как понадобится, тогда и выучу. По-моему, в наше время знание английского языка это не просто нужда, а необходимость. Но, к сожалению, многие русские люди так и не говорят на английском языке, даже на разговорном уровне. Вторая причина необходимости изучения новых языков это то, что это весело, да, вы правильно меня услышали, изучение языков это весело, и если в вашем случае это не так, срочно меняйте свой метод изучения. Почему же изучать новый язык это весело? вы находите новых знакомых, изучаете другую культуру, открываете для себя новые фильмы, музыку, путешествуете и пытаетесь заговорить на новом языке. Причем совершенно не важно, изучаете ли вы язык самостоятельно или же с преподавателем. Вы можете найти собеседников в интернете, писать комментарии, создать свою страничку или канал, на котором будете делиться своим прогрессом, поедете в новую страну за приключениями и новыми знакомствами. Все это приводит нас к третьей причине изучения языка. Изучение нового языка развивает креативность и критическое мышление, ведь для того, чтобы выучить новый язык, необходимо задействовать левое полушарие мозга для нахождения ассоциаций при заучивании слов, для сравнения структуры языков, имитации произношения, звуков и так далее. Чем больше языков вы знаете, тем креативнее вы смотрите на мир. Человек также способен находить интересные материалы и идеи из разных источников на других языках. Все это помогает человеку быть более уверенным в себе, что является причиной номер четыре. Почему же человек становится более уверенным в себе? Здесь играет важную роль самоутверждение. Самоутверждение это значит, что человек доказывает сам себе, что он способен на многое, ведь он смог выучить новый язык, в то время, как многим людям это не под силу. Вместе с этим человек осознает, что он поборол свою лень, свой страх и неуверенность в своих умственных способностях. Это же и позволяет в дальнейшем человеку находить новые возможности в карьере и в личной жизни. Пятая причина, по которой каждому человеку необходимо выучить хотя бы один иностранный язык, это здоровье, как психологическое, так и физическое. Что я имею в виду? Думаю, что каждый знает, что изучение нового языка значительно снижает риск развития деменции, так как ваш мозг находится в постоянном тонусе. В тот момент, когда человек в первый раз решается заговорить на чужом языке с носителем этого языка, он получает определенную дозу адреналина, а в момент осознания того, что его понимают, и он может свободно говорить на новом языке, человек получает дозу эндорфинов, гормонов счастья. Да, изучение нового языка может быть также и стрессом для многих людей, но ведь и стресс в определенной степени хорошо влияет на работу мозга и всего организма в целом. Кратковременный стресс вырабатывает небольшие дозы кортизола, который помогает нам лучше запоминать информацию. А знали ли вы, что кратковременный стресс также помогает нам улучшить иммунную систему? Был проведен эксперимент, в ходе которого было выяснено, что небольшой стресс дает импульс организму для защиты и повышения иммунитета. невероятно, да? Я могу и дальше продолжать список плюсов, но, наверное, стоит упомянуть также и минусы изучения иностранных языков. Как ни странно, пока одни люди будут вами восхищаться, восхищаться вашему трудолюбию, уму и самодисциплине, другие люди будут считать вас странным. Давайте я объясню. Есть люди, которые в принципе не понимают, зачем нужно изучать иностранные языки. А если человек еще и изучает языки просто так, потому что ему это нравится, а не потому что ему они пригодятся в карьерном росте, некоторые люди думают, что этому человеку просто нечего делать. Однако эти критики просто не понимают, что очень часто можно найти совершенно неожиданные возможности при изучении какого-либо языка. Это может быть стажировка в стране, чей язык вы изучаете. Или же вам неожиданно поступит предложение о работе, где знание данного языка является огромным плюсом. Или живы можете познакомиться с человеком на сайте изучения языков, влюбиться в него и переехать в жизнь в страну изучаемого вами языка. Нельзя недооценивать возможности изучения нового языка. И последний минус, с которым я думаю сталкиваются многие, это то, что все ваши родные, друзья и даже великие критики вашего странного увлечения языками начинают использовать вас в качестве гугл-переводчика. Состав крема любимая строчка из песни, картинка в инстаграме, вас просят постоянно что-то перевести. И пускай вы не учили этот язык, вы все равно должны это как-то понять. На этом все, друзья. Если вы прослушали до конца, я надеюсь, что вам понравился данный выпуск. Ссылку на текст подкаста с разбором слов вы можете найти в описании подкаста. Также, если вам интересно, подписывайтесь на мой инстаграм-профиль и ютуб-канал, где я выкладываю полезные и интересные материалы для изучающих русский язык. В описании подкаста я также оставлю свой электронный адрес, на который вы можете мне писать. Я буду очень рада, если вы пришлете мне аудиофайлы, на которых поделитесь со всеми своим опытом изучения русского языка. Я думаю, что многим слушателям подкаста будет интересно и полезно это услышать. Спасибо еще раз за прослушивание. Желаю вам прекрасного дня. До скорого! ! Постой ! Постой ! Постой ! Постой ! Постой по Продолжение следует...